За 4 года водительского стажа Антона Ниталиева это ДТП первое. Причем в момент его совершения водителя в автомобиле не было. Машину Антон припарковал возле работы, а в конце дня обнаружил, что в нее въехала снегоуборочная техника. Обидчик оказался добросовестным, с места происшествия не скрылся. Вопрос решили мирным путем, через Европротокол. Но осадок на душе Антона все же остался. Ну просто внутри неприятно, что твоя личная вещь, машина это как член семьи все равно. Вот и... ну неприятно. Я даже честно не понимаю, как он проехал, потому что дорога пустая, тут ни сугробов, ничего нет. Мою машину не нужно было как-то объезжать специально. Вот, ну как-то так получилось. Столкновение со снегоуборочной техникой ДТП специфическое, рассказывают инспектора ГИБДД. В снежные зимы такие аварии случаются чаще. К примеру, в этом году уже зафиксировано 7 ДТП. Причем в статистику попадают лишь те аварии, где участники не смогли решить вопрос без помощи инспекторов. В том случае, если у нас два участника движения не согласны с нарушением, то есть один считает виновным другого, соответственно, мы уже не оформляем их самостоятельно. Это делается только при сотруднике госавтоинспекции. Сотрудник госавтоинспекции сам проводит административное расследование и устанавливает причины совершения дорожного транспорта происшествия. В том случае, если водители с этим решением не согласны, есть законное право обратиться в суд. Но обращение в суд – явление редкое. К примеру, предъявить иск пострадавшей может в том случае, если сумма страховки не покроет нанесенного ущерба. Здесь нужно будет пытаться взыскать недостающую сумму с виновника. То есть, если это юридическое лицо, которое отвечает за очистку территории, это будет, соответственно, иск сверх лимита ОСАГО. Еще одно основание обратиться в суд – ситуация, в которой водитель скрылся с места ДТП. Но это маловероятно объяснят в управляющей компании. Мы оповещаем, что если произошло такое событие, если, не дай бог, механизатор удержать с места ДТП, то есть не заметил, не увидел, либо вовсе не нашел автовладельца, то это влечет административную ответственность, то есть арест до 15 суток, либо лишение водительского удостоверения. Поэтому, как правило, в большинстве своих случаев механизаторы стараются остаться на месте, разрешить вопрос, то есть, как бы, либо на месте, либо оформить европротокол, либо, то есть, ждать сотрудников ГАИ. Нередко аварийную ситуацию создают и сами водители, оставляющие автомобиль на узкой дороге после снегопада. Сотрудники ГИБДД рекомендуют во время парковки внимательно оценивать, не окажется ли машина на пути снегоуборочной техники. Кульфия Сафина, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События.